Я считаю, что Коломойский сыграл прежде всего роль, прежде всего, моральную. Я не был тогда ни советником, ни прочее в администрации, не могу сказать, в цифрах и прочем. Я считаю, что в моральном люди почувствовали, ну раз Беня пришел, ну что, Беня какого-то Путина сюда путят. Он первым, кто высказался резко о Путине. Люди видели территориальную оборону, выстраивающуюся, люди видели реальную помощь фронту. ОГА Коломойского стало центром притяжения всего, вот скажем так, извиняюсь за клише, прогрессивного Днепра. Всего прогрессивного, потому что там было ощущение защищенности. Это величайшее чувство, причем защищенности и стимула для того, чтобы ты, простой гражданин, тоже участвовал не фронтом, но помощью фронта. Это, опять-таки, как это не кощунственно, еще и модно стало. Помимо того, что порыв души, люди ощутили, блин, это же наш Днепр. Даже те, кто не был майданными людьми, ну понятно, что перспектива там, путинская перспектива, вот то, что тогда происходило в Крым. Да ну нафиг этот русский мир вот здесь, а, ну есть Бене, есть Бене на команду. Ну они ребята, во-первых, такие, что сами не пустят, во-вторых, им надо помочь. Да, да, да. И вот здесь вот такой вот и местный, и местечковый, ну патриотизм сыграл. И все-таки ощущение страны, оно дорогое, и ощущение того, что ты гражданин. Вот я говорю, если меня оно постигло, то что говорить еще и о других? Это незнакомое доселе ощущение, ощущение, что эта страна, это город, город Днепр, украинский город, хоть он в большей степени русскоязычный, и о том, что ты можешь что-то для этого города сделать, это дорогое ощущение. То есть поэтому почувствовали себя многие, как бы, при Коломойском, прежде всего, защищенными, и почувствовали, что они граждане, граждане, что они именно днепропетровцы, тогда это был днепропетровцы, граждане, как это не пафосно звучит. Спасибо. Спасибо.